Всем привет! Наконец случилось то, что должно было. Хэтфилд Ахрип. Ну что ж, за 40 лет все-таки неплохой результат. А сегодня у нас новый альбом 72 Seasons. Как сказал Хэтфилд, первые 18 лет жизни формируют наше истинное или ложное я. Что он имел в виду, я не знаю, но я вижу, что на этом альбоме у нас 77 минут и 12 песен. То есть 6,5 минут на песню, а это значит, что даже не прослушивая его, можно заранее сказать, что скорее всего большинство песен требует редактирования. Их можно порезать как минимум на треть. Собственно, это проблема последних лет 30 у Металлики. То есть слишком долгие песни. В целом, насчет альбома я согласен с критиками. Он получился лучше, чем предыдущий Hardwire to Self-Destruct, но хуже, чем, например, Death Magnetic. А специально перед выходом этого альбома я послушал все альбомы Металлики. Ну и что могу сказать, почти все новое с 96 года у группы не очень получается. А возвращение к истокам это, как правило, самоповтор. Впрочем, неудивительно, почти все музыкальные коллективы с этим сталкиваются. Например, вот помните раньше, с каждым музыкантом была связана история о якобы найденном им тетрадке с песнями. Песни в тетрадке закончились, артист закончился тоже. Такую теорию я слышал и о Металлике. В качестве автора в кавычках тетрадке выступал то ли кто-то из продюсеров, то ли Майкл Кэммон, дирижер альбома Symphony and Metallica. Итак, новый альбом звучит мягче, чем предыдущий, но севший голос Хэтфилда не позволяет, по моему мнению, ему быть лучше, чем тот же Death Magnetic. Здесь можно услышать хоть до какой-то степени небанальные риффы и соло, но, конечно, до настроения первых пяти альбомов ему далеко. Как бы кто ни называл, например, песню Screaming Suicide в стиле Kill Em All 2020-х. Но зато в этой песне меня особенно порадовало цитирование Deep Purple. Да, не помешало бы альбом подсократить голос Хэтфилду, довести до кондиции, самоповтору, может быть, убрать. Благо, во время пандемии время на все это, я уверен, было с лихвой. Но в целом альбом можно слушать. Он не выживает от ржения, как Sergeant Anger, или удивление, как Lord в 96-м, мол, а Металлика тут где. Сам альбом 72 Seasons вышел в нескольких вариантах на виниле разного цвета. Вот как распаковываемый на видео вариант фиолетовый, есть также желтый, по-моему, есть серый, ну и так далее. Их достаточно много. Ну, самая новость, которую все, наверное, уже знают. Металлика купила фабрику по производству винила, чтобы альбома точно на всех хватило. И отдельно отмечу, опять же, фирменную вертушку, которую можно купить в тематике этого альбома. Но стоит она 1600 евро. Это уже совсем для богатых. В целом издание получилось хорошим. Винил достаточно качественным, хоть и без пластиковых пакетов. В целом, хотя альбом стоит 43 евро, рекомендую его к покупке. На этом на сегодня все. До скорых встреч.